Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас продолжение темы грунтов. И так как мы, грунты, непосредственно связаны с прикормкой, приходится рассказывать чуть-чуть более углубленно по тактике закармливания, технике, замесу и тому подобное. Но вот мы очередной у нас такой узконаправленный ролик. Значит, люди просят рассказать, как быть, весна, значит, ловля карпа, карася на стоячем водоеме ранней весной, когда лед сошел, что делать, чем кормить? Ну вот, скажем так, проверенные мои рецепты, которые работают на, ну, наверное, 95% водоемов. Ну, на всякий случай закладываю 5%, потому что, может, я где-то не был там, да, и не знаю. Значит, сразу оговорюсь, как посветлела вода, просветлела после половодия, все улеглось, начинается, соответственно, нерест каратика, нерест карпа. Да, вот тогда мы можем начинать ловить. То есть, пока еще вода, скажем так, очень мутная, пока еще ручейки в воду бегут от талого снега, карасика лучше пока подождать и не искать. Значит, забываем сразу на этот период, да, и период, в принципе, ну, до теплых дней, скажем так, да, там, в зависимости от водоема, какой прогревается, про чисто карасиные такие прикормки, как карась-чеснок, там, да, какие-то сладкая ароматика, слишком сладкая под карася, обильные закормы и тому подобное. То есть, у нас карась, у него в животе икра, и он скоро идет на нерест, вот-вот, или в процессе практически нереста. То есть, он кушает очень мало по объему, и ему нужен очень питательный корм. То есть, исходя из этого, мы делаем прикормку и, соответственно, насадку. Поэтому вся крупная фракция, все, скажем так, перловки и всему подобного мы убираем. Я не говорю, что на перловку никогда невозможно поймать ни одного карася в нерест. Конечно, нет, можно поймать. Но, скажем так, не только мое мнение, но и, как бы, общее мнение, там, большинства, наверное, если не всех рыболов, кто умеет неплохо ловить, если сравнивать, допустим, ловлю на перловку, да, и, там, кормление перловкой по летнему варианту, если также кормить весной или параллельно с этим кормить, там, обедненной смесью, про что я сейчас расскажу, да, то, конечно, выигрывает по количеству карася, естественно, однозначно обедненная смесь. Значит, что мы делаем? Вариант первый. Мы берем... Это вот я говорю уже из проверенных рецептов, да. Смотрите, какой еще важная вещь. То есть, обязательно, вот такой ранней весной, вы ищите точку с жестким грунтом, то есть, мы ловим на фидер, вы ищите точку с жестким грунтом, обязательно, то есть, никакого ила, никакой травы там где-то на дне, которая с зимы осталась и еще не поднялась, да, новая. Поэтому вы пробиваете грузиком и ищите там, где грузик будет не вязать, то есть, он где не вязнет, он относительно, либо вязнет еле-еле, где там суглинок какой-то находится. Это первый момент. Второй момент. Не нужно прям слишком около берега это выбирать, чтобы рыбка просто не пугалась. Ну, то есть, скажем так, какой-то там, если как видите, что камыши ходят, ну, соответственно, можно и там закормить, да. Но крайне важно, чтобы это не было ила, и это было прогреваемое место грунта достаточно жесткого дна, либо на границе с илом. Почему? Потому что именно там при прогреве солнца весной начинают появляться первые жизнь, первые червячки, паучки туда приходят. И, соответственно, рыба это знает, и она кормится именно там. Это первое. Второе. Там лучше кислородный режим, да, чем на Илу, потому что с зимы какие-то низкая кислородная недостаточность и тому подобное, да, то есть, здесь первый кислород, где появляется, это жесткое, жесткое дно, потому что кислород при гниении тоже той же травы за зиму, да, он тоже, процесс гниения потребляет кислород, соответственно, рыба туда не идет. Поэтому искать ее там не надо. Это вот крайне важно. Поэтому можно закормиться просто идеально на Илу и ничего не поймать. Причина будет только вместе. Поэтому мы отталкиваемся от места. И второй момент, это обязательно то место, которое прогревается. Ни в коем случае не ищем глубоких мест. Обязательно ищем, то есть, самое идеальное место, это, грубо говоря, там от 20 метров от берега, ну, может быть, 10 даже метров от берега, ну, лучше 20, да, и пятачок какой-то с жестким дном, с небольшой глубиной, пупочек такой, да, скажем так, вот, с небольшой, именно с небольшой глубиной. Почему? Потому что вся рыба стоит там, солнце доходит до дна быстрее в этом месте, соответственно, кислородный режим от волны, от ветрового течения лучше на малой глубине, и живность там влупляется, все просыпается гораздо быстрее и лучше. То есть, вся рыба будет там, но никак не на глубинах и никак не на елух. Кто этого еще не знает. Поэтому ищем только те места там. Дальше, по закорму. Никаких объемных закормов там не нужно. Мы просто убьем эту точку, и, опять же, нерест, опять же, рыбка после зимы, вопрос кислорода еще стоит актуальный, да, плюс брюхо поджимает икра. То есть, нам нужно максимально объединенную смесь, которая может привлекать рыбу только своим запахом, и где можно покушать максимально энергетически, качественное питание, да, получить, и малое по объему, чтобы не защищать живот, в который так икра. Поэтому здесь можно брать, в принципе, как вот я, как производитель прикормки, да, по большому счету, там, что написано, платва, лещи, всему тому подобное, ну, понятно, что это относительно условно, никогда не будет так, что если вы кормите лещом, у вас никогда платва не проплывет, и наоборот. Поэтому единственное, чем вы можете отпогнуть в этой ситуации, это слишком большим количеством прикормки, это ароматика неподходящая, да, сладкая. Я не люблю сладкую ароматику, вот прям сильно сладкие, какие-то бисквитные нотки, шоколадные, вот именно в это время года, я имею в виду, пока растю, потом уже, да. Вот, поэтому, скажем так, из проверенных берете половина пакета, ну, либо там, ну, я вот беру пол пакета трофей-эксклюзив платва, либо также где-то 500 грамм, грубо говоря, ну, килограмм можно, меласа-специи, это база, меласа плюс специи. То есть специи там холодные, запах холодный, соответственно, там нет ничего приторного. В платве-эксклюзив там отдельная песня, она хоть и пахнет, ну, таким нотками немного сладкими, но на самом деле там добавлены специи тоже, вот в этой платве именно. Поэтому вы когда по запах почувствуете, вы поймете явно и четко, что это точно не шоколад и не бриско, да, и не ваниль. Дальше, если у вас вот такая база, кстати говоря, по поводу меласа-специи, база чем хороша, тем, что она темная. Она, видите, коричневая, она практически черная, то есть это крайне важно тоже. И, соответственно, такая база, она светлее, но она по большому счету тоже подойдет, но приоритет все-таки меласа-специи, либо вот такие. Значит, дальше мы берем половинку, либо целые, ну, килограммчик, грубо говоря, там на 4-5-часовой рыбалку условно. Килограмм ведро, соответственно, просеиваем через сито, убираем все крупные фракции, если что-то сюда попало, да, там можно 2 миллиметра сито взять и все это просеять. Дальше смешиваем с грунтом. Как смешать с грунтом, я уже рассказывал. Соответственно, мы увлажняем, чуть переувлажняем прикормку, дальше добавляем грунта. Это ни в коем случае никакая глина, это должен быть легкий грунт с углинок, который не сильно пылит, но в то же время он, его задача, первое, объединить смесь, то есть чтобы у вас объем был, но кушать было практически нечего. Первая его функция, вторая функция, это доставка мотыля на точку прикормки, да, для того, чтобы мотыль был жив и здоров, соответственно, вы добавляете туда мотыля, разбавлять в этой, в ведре мотыля ни в коем случае не надо, то есть это не поплавочная ловля, где вы шары лепите с мотылем, да, и все это размешивать в ведре вот так мотыля, разбивать не надо, это не поплавок, то есть в фидере всегда добавляете щепотку мотыля, пробку забиваете, да, в кормушку так, чтобы сверху, сзади, спереди была пробка из прикормки, а в центре мотыль, когда это вымывается, мотыль выходит. Соответственно, тут только такой вариант. Ну, соответственно, земля здесь служит, да, доставкой у нас живого компонента, да, дальше, ну, объеднение, да, ну, подкрашивание, если вы берете вот такую платву, например, она светлого тона, ну, такого неяркого, да, и при такой консистенции, когда один к двуму вы с землей это дело мешаете, либо один к одному, то, как правило, прям явно черного дна на таких пупочках не существует, все равно там это не явно чернота, да, то есть я к тому говорю, что вы не будете это место, не будет ваша прикормка на этом месте светлым пятном, и рыбу отпугивать не будет, даже если там есть хищник. Поэтому, скажем так, это допустимо. Ну, если вдруг вы применяете другие прикормки, конечно, да, то, соответственно, просто исходя из этого, смотрите по поводу цвета дна, да, чтобы прикормка подходила, и очень осторожно, пожалуйста, с красками. Сейчас много красок некачественных. Вы красите в ведре этой краской, все черное, прикормка черная, выбрасываете в воду, вся эта краска уходит, растворяется в воде, либо оседает, и в итоге у вас вся эта прикормка уже не крашена наружу. Вот, поэтому, как добавлять краску в прикормку, я расскажу до, после замачивания и тому подобное, это уже другие видео. Значит, еще важный момент по темпу и по закорму в целом. Значит, здесь никакого закорма большого не нужно делать. Ну, примерно первые 10 раз, примерно раз в 30 секунд. То есть, такой своеобразный, ну, раз в минуту, может быть, в 2 минуты. Такой своеобразный закорм, он же как бы льдов уже получается, да, вот. Вот, уже сама рыбалка. И дальше уже перебрасываете примерно через 5 минут и смотрите уже по рыбе. То есть, большое насыщение здесь не нужно, то есть, заполнять там что-то не нужно. Если только там не огромное количество рыбы у вас там находится, да, тогда уже можно, да, подзакормить. То есть, там 3, 5, 10 кормушек там среднего объема забросить, да, я просто не знаю, я беру усредненно, да, потому что есть карасятники, да, карасевые водоемы, карповые, да, где их там много, где-то платники, да, есть карасевые водоемы, где сетью все выбивается, и где там, грубо говоря, у местных там 2 карася, 3 карася за утро, это уже очень неплохо. Поэтому здесь, исходя вот из насыщенности, да, смотрите по закорму. Но опять же, больших там, как летом, там 20-30 кормушек объемных туда закармливать, этого не нужно. По ароматике то же самое, по варианта 2, то есть, либо этой ароматики достаточно, то есть, фактически, которой нету, да, то есть, с база плюс это никакой ароматики не будет. То есть, часто такое бывает достаточно для рыбы. Если второй вариант, то есть, у меня есть водоемы, ну, примерно процентов, наверное, 20-30, у которых вообще неприемлемая ароматика, вот в таком виде именно весенней, да, я ловлю только, вот как я вам описал, и ни капли туда больше не лью, потому что рыба просто разбегается. А есть чуть больше водоемов, ну, соответственно, остальные там, да, 70-м процентов, где ароматика все-таки помогает, да, и она нужна. Поэтому здесь можно применять либо другую прикормку, я беру мотылин-ракушку сюда, я беру какую-то специю лечь, да, также просеиваю вместо платвы, да, то есть, вот такая ароматика, которая не сильная абсолютно по весне, да, но которая вот поднес к носу, да, вот комочек, да, оно чуть-чуть пахнет. Вот такой уровень должен быть именно на весеннюю рыбалку. Ну, я допускаю, что есть где-то там пруды какие-то, где мощной ароматикой можно закормиться, и у вас там вся рыба приплывет, но я таких не встречал, таких прудов, да, поэтому вот такие два рецепта, они максимально рабочих. Ну, соответственно, кормушки, они среднего объема я использую, то есть, ну, наперстки можно вначале сделать первый лов, там, ну, первые, там, грубо говоря, 30 минут половить среднего объема, там, 40 миллилитров, допустим, да, кормушечки, а потом перейти уже на более маленькие наперстки для того, чтобы посмотреть, как реагирует рыба, и уже дальше от этого уже прессать. Там, видите, там, рыбка, когда вы почаще кормите, она больше, более активно даже берет, да, активно, сама поклевки более активны, не только касания, да, тогда, соответственно, вы понимаете, что так она нужно продолжать. Если вы закормили и клев пропал, да, чаще, смените на наперстки, смените чуть пореже, может быть, добавить даже чуть-чуть, немножечко разочек экспериментировать какую-то там ароматику, в одну кормушечку там капнуть и посмотреть, что, что бывает, да, в этой ситуации. Но это уже летние такие варианты. Я вам расскажу, как вот я делаю, да, у меня там 40 гипов, и я тестирую просто по времени, беру там одним шикую, там, допустим, на насадку забрасываю, отсчитывается секунды, какая поклевка. Ну, когда я уже точно знаю, что рыба стоит на точке. И в итоге у меня там один гип там 10 раз попшикал, 10 раз забросил, смотрю, через какое время на него клюнуло, да, там поклевки, там, через сколько секунд, следующие, опять, и в итоге у меня к концу рыбалки, там, из 40 гипов у меня остается 5, на которые самые рабочие, да, на которые чаще всего, быстрее всего были поклевки. Но это, естественно, нужно тогда знать, тогда, когда рыба стоит на точке, мы ее держим прикормкой, и дальше уже просто гипами, да, работаем. Ну, чуть-чуть отвлекся, да, в другую. Да, по поводку. Ну, хоть это не грунты, да, но чуть-чуть в тему поводка. Значит, не замечал, что на карася карпа, на весенней такой рыбалке крайне необходимы длинные поводки. То есть, до 50 сантиметров вполне достаточно, никаких проблем не вызывает. Более того, часто случается так, что даже и 30 сантиметров достаточно. Поэтому, вот, исходя из этого, можете определять. Ну, соответственно, кому нужен фидер на карася, всегда готовы вам подобрать лучший вариант, чтобы потом вы написали спасибо, потому что мы уверены, и я уверен, что мои менеджеры, они подберут действительно самое лучшее, а не только для того, чтобы продать, да, и потом получить деньги, и все, и на этом забыть. Нет, у нас крайне важно отношение к человеку, и для нас, для меня лично, как для директора, я вначале всем говорю, что для меня самое важное, чтобы человек потом сказал спасибо. Это искренне было. Поэтому я уверен, что вы скажете спасибо, мы вам подберем хороший фидер, действительно оптимальный по цене, характеристикам, качеству того, что вы хотите, и вы когда с друзьями своими будете там где-то или читать отзывы в каком-то там, не знаю, форуме или еще где-то, вы лишний раз будете только убеждаться, что действительно у вас фидер – это самый лучший выбор, самый лучший вариант, который может быть. То есть, для нас это самое главное, и я к этому, ну, пока косяков не было за многие годы работы магазина. И немаловажный момент, пожалуйста, если вдруг случилось форс-мажор, и вам понадобилась запчасть какая-то, то у нас для наших покупателей, для подписчиков на наши социальные сети, на страничке магазинов, в социальных сетях, это Телеграм, ВКонтакте, Ютуб самые основные, дальше Инстаграм, Фейсбук и Рутьюб, для нас по акции, в период действия акции, бесплатные запасные части мы предоставляем до двух штук в год. Поэтому имейте это в виду, всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok